Беседа третья. Продолжение на славу. Вначале сотворил Бог небо и землю. С 1 по 5 стих. Чтение Божественного Писания подобно сокровищу. Как получившую из сокровища и малую частицу приобретает в себе великое богатство, так и в Божественном Писании, даже в кратком речении, можно найти великую духовную силу и неизреченное богатство мысли. И не только сокровищу, подобно Слову Божию, но и источнику, истощающему обильные потоки и имеющему много воды. Это все мы узнали на самом деле вчера. Начав с первых слов книги творения, мы все по учению посвятили словам. Вначале сотворил Бог небо и землю. И однако не могли обнять всего, потому что велико богатство этого сокровища и обильные потоки этого духовного источника. Не удивляйся, что так случилось с нами. И наши предки по своим силам черпали из этих потоков. И наши потомки будут делать то же самое. И однако не будут в состоянии исчерпать все. Напротив воды будут пребывать и потоки умножаться. Таково свойство потоков духовных. Чем более будут черпать из них, тем более начнет пребывать и умножаться благодать духовная. Поэтому Христос и сказал, что жаждет, иди ко мне и пей. У верующего меня, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Показывай нам обилие этих потоков. Если же таково свойство духовных потоков, то пусть каждый из нас в обилии принесет сосуды ума, чтобы, наполнив их, возвратиться домой. Потому что благодать Духа, как усмотрит пламенное желание и возбужденный ум, сообщает дары свои в обилии. И так оставив все житейское. И вырвав из себя заботу, могуще подобно тернии заглушить ум наш, сосредоточим наш ум в мысленно-духовных стремлениях, чтобы выйти нам отсюда с пользой многою, с великим и славным приобретением. Но чтобы наша речь была для вас яснее, напомним вашей любви нечто из сказанного вчера. Таким образом, и то, что будет сказано сегодня, соединим со вчерашним как бы в одно тело. Вчера, как помните, мы показали, как блаженный Моисей, повествуя нам о творении этих стихов, этих стихий видимых, и сказал, «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста». И объяснили вам то, почему и для чего Бог создал землю безобразную и неустроенную. Думаю, все это вы хорошо помните. Затем сегодня нужно рассмотреть последующие слова. Сказав, «Земля же была безвидна и пуста», Моисей с точностью объясняет нам, отчего она была невидима и неустроена, и говорит, «И тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Смотри, как здесь блаженный Пророк не говорит ничего лишнего, и как не описывает по частям все сотворенное. Но сказав нам о главнейших стихиях, и упомянув о небе и земле, все прочее оставляет. «Так он, не сказав о сотворении, вот, говорит, и тьма над бездной, Дух Божий носился над водою». Они-то и покрывали лицо земли, то есть тьма и бездна, вот. Отсюда мы узнаем, что все видимое было без бездной, вот, покрытое мраком, и нужно было премудрый творец, чтобы прекратить все это нестроение и привести все в благообразный вид. «И тьма, говорит, над бездной, Дух Божий носился над водою». Что означает слова «Дух Божий носился над водою»? Мне кажется, означает то, что водам была присуща некоторая жизненная деятельность, и что это была не просто стоячая, неподвижная вода, но движущаяся и имевшая некоторую жизненную силу, неподвижная ни к чему не годна, а движущаяся пригодна на многое. Итак, чтобы научить нас, что эта вода великая и необычайная, имела некоторую жизненную силу, Моисей, сказав, «Дух Божий носился над водою». А Божественное Писание наперед говорит об этом не без причины, но так, как оно имеет в виду показать нам, что из этих вод, по повелению Создателя Вселенной, произошли и животные, то и дает здесь уже знать слушателю, что вода не была просто стоячая, но двигалась, разбегалась и все заливала. Итак, когда все видимое не имело надлежащего вида, высочайший художник, Бог, повелел, и без видности исчезла, явилась необычная красота видимого света, прогнала чувственный мрак и осветилась, и сказал Бог, говорит Писание, «Да будет свет, и стал свет». Сказало, совершилось. Повелел, мрак исчез, явился свет, видишь неизреченную силу Божию, но люди, преданные заблуждения, не обращая внимания на ход речи, и не слушая слов блаженного Моисея, вначале сотворил Бог небо и землю, и потом земля уже была безвидна и пуста, потому что была покрыта тьмой и водами, и так угодно было Господу вначале произвести ее. Эти люди говорят, что прежде существовала материя, предшествовала тьма. Может ли быть, что хуже такого безумия? Слышишь, что вначале сотворил Бог небо и землю, и что из существующего произошло существующее, и говоришь, что прежде была материя. Кто из разумных может допустить такое безумие? Не человек тот, кто творит, чтобы ему нужно было какое-либо готовое вещество для произведения своего искусства. Бог, которому повинуется все, творит словом и повелением. Смотри, он только сказал, и явился свет, и исчезла тьма, и отделил Бог свет от тьмы. Что значит отделил? Каждому назначил свое место, и определил соответственное время. А потом, когда это совершилось, он уже дает каждому и соответственное название, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Видишь, как это прекрасное разделение и чудное создание, превышающее всякий ум, совершается одним словом и повелением. Ты видишь, какое показал снисхождение блаженный пророк, или лучше, человеколюбивый Бог устами пророка, научающий род человеческий тому, чтобы он знал порядок творения, кто творец всего, и как каждая вещь произошла. Так как род человеческий был тогда еще слаб, и не мог понять совершеннейшего учения, то поэтому Дух Святый, двигавший устами пророка, говорит нам обо всем приспособительных слабостей слушающих. И чтобы увериться тебе, что он употребил такое снисхождение в этом повествовании, действительно, по несовершенству нашего ума, смотри на сына Громова, как он, когда род человеческий, сделал успехи, совершенствование, уже идет не этим путем, а другим, ведущим слушателей к высшему учению. Сказав, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бога, он присовокупил. Был свет и истины, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Как здесь этот чувственный свет, произведенный по велениям Господа, прогнал видимую тьму, так и духовный свет прогнал тьму заблуждения и заблуждающих привел к истине. 16. Примем же с великой благодарностью наставление Божественного Писания и не будем противиться истине и оставаться во мраке, но поспешим к свету и будем творить дела, достойные света и дня, как и Павел говорит, увещевая. Будем вести себя благообразно, как днем, и отложим дела тьмы. 13. 13. Римлянам. И нарек, говорит Бог, свет днем, а тьму назвал мочью. Но мы едва не опустили нищу, нужно обратиться назад. После слов да будет свет, и стал свет прибавлено, и увидел Бог свет, что он хорош. Неужели до появления света Бог не знал, что он добр, а только уже после его появления воззрение на него показало создателю красоту сотворенного? Какой умный человек может сказать это? Если человек, занимающийся каким-нибудь искусством, прежде чем окончит свое произведение, прежде чем обработает его, знает употребление, для коего полезно это произведение, то тем более создатель вселенной, приветший словом все из небытия в бытие, знал еще прежде сотворение света, что он добро. Для чего же Моисей употребил такое выражение? Снисходя к обычаю человеческому, блаженный пророк говорит так, как люди, делая что-либо с великой тщательностью, окончив труды свои, уже по испытанию произнес этот похвалу своим произведением. Таким же образом и божественное писание, снисходя здесь к слабости слуха нашего, и говорит, и увидел Бог свет, что он хорош, а потом продолжает, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Каждому назначил свое место, каждому с самого начала поставил пределы, которые они должны навсегда соблюдать ненарушимо, и всякий здравомыслящий может видеть, как с того времени до ныне ни свет не приступил к своих пределам, ни тьма не вышла из своего места, и не произвела какого-либо смешения и нестроения. Уже это одно достаточно для нежелающих оставаться неразумными, чтобы прийти по виновению и послушанию словам божественного писания. Пусть они подражают хотя порядку стихии, неуклонно соблюдающих свое течение, и не приступают к своих пределам, но знают собственную природу. Потом, так как каждому свету и тьме дано было особое имя, он и присовокупил, и был вечер, и было утро, день один. Конец дня, и конец ночи, ясно назвал одним днем, чтобы установить некоторый порядок и последовательность с видимым, и не было бы никакого смешения. Научаемое от Святого Духа устами блаженного пророка, мы можем видеть, что сотворено в первый день, и что в последующий. Это также дело снисхождения человека, любивого Бога. Всесильные десницы его и беспредельная премудрость не затруднились бы создать все и в один день. И что говорю в один день? Даже в одно мгновение. Но так как он создал все сущее и без своей пользы, потому что не нуждается ни в чем, будучи вседоволен, напротив, создал все по человеческому, человеколюбию и благости своей, то и творит по частям, и преподает нам устами блаженного пророка ясное учение о творимом, чтобы мы, обстоятельно узнав о том, не подпадали тем, которые увлекаются человеческими, умствованиями. Если уже и после этого есть люди, которые утверждают, будто все произошло само собою, то на что бы не отважились охотники говорить и делать все ко вреду собственного спасения, если бы Бог не явил такого снисхождения и вразумления? Что может быть жалче безумней людей, которые дерзают утверждать, будто все сущее произошло само собою, и все творение лишает промышления Божие? Как возможно, скажи мне, чтобы столько стихий и такое благоустроительство существующего управлялось без правителя и повелителя вселенной, и корабль не может плыть по морским волнам бескормчиво, и воин делать что-либо доблестное без военачальника, и дом стоять без управляющего? А этот беспредельный мир и это благоустройство стихий могут разве существовать сами собою? Случайно, если нет управляющего всем и своей премудростью, поддерживающего и соразмеряющего все видимое? Но для чего мы слишком усиливаемся доказать этим людям то, чтобы пословицы видно и слепым? Впрочем, мы не перестанем предлагать им наставления от Писаний и употреблять всевозможные старания, чтобы отклонить их от заблуждений и привести к истине. Хотя они еще и порабощены заблуждению, но одной с нами природы, и потому нужно иметь великое попечение о них, никогда не ослабевать, но с великой тщательностью делать зависящие от нас и доставлять им приличное врачевство, чтобы они, хотя и поздно, достигли истинного здравия. Богу ничто так не возделено, как спасение души. Вот и Павел взывает ко всем человекам, кто хочет спастись, достигнуть разум истины. 1 Тимофеем 2,4 И сам Бог говорит, не разве я хочу смерти грешника, беззаконника, а не того, чтобы он был жив, Иезекииле 18,23. Поэтому он всю эту природу создал и нас сотворил не для того, чтобы нас погубить, или подвергнуть наказанию, но чтобы спасти и избавить от заблуждения, даровать нам блаженство в Царстве Небесном. Его уготовал нам не теперь по сотворению, но еще прежде создание мира. Как сам он говорит, придите, благословенные отца моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Смотри, как человека любил Господь, как он еще прежде творения и прежде появления человека приготовил для него бесчисленные блага, и этим показал, какое попеченье имеет он о нашем роде, и что всем желает спастись. Имея такого владыку, столь человеколюбивого, столь благого и столь милосердного, будем заботиться о спасении и собственном, и братьям наших. К нашему спасению послужит и то, когда мы не о себе только будем заботиться, но и станем приносить пользу ближнему и руководить его на путь истины. А чтобы видел ты, какое великое благо, содевая свое спасение, доставляет пользу и другому, послушай, что пророк говорит, от лица Божия, «Если извлечешь драгоценно изничтожного, то будешь, как мои уста». Иеремия 15,19. Что значит это? Кто руководит ближнего заблуждения к истине или от зла, приводит к добру, тот, говорит Господь, уподобляется мне, сколько это возможно человеку. И сам он, будучи Богом, облегся в нашу плоть и соделался человеком, не для чего иного, как для спасения рода человеческого. И что, говорю, облегся в нашу плоть и испытал все, что бывает с людьми, когда он взял на себя даже крест, чтобы нас, плененных грехами, освободить от проклятия. Об этом взывает Павел, говоря, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Галатам 3,13. Итак, если он Бог и существо непостижимое, по неизреченному человеколюбию, принял на себя все это ради нас и нашего спасения, то чего не должны мы сделать для наших братьев и соцчленов, чтобы исхитить их из челюсти дьявола и привести на путь добродетели? Насколько душа лучше тела, настолько высших перед подающими бедным деньги. Награду достоятся те, кто вещаниями и частыми внушениями ведут нерадивых и заблуждающихся на прямой путь, показывая им безобразие порока и великую красоту божественной добродетели. 19. Итак, зная все это, будем говорить с ближними, прежде всего житейского, о спасении души, возбуждая в них заботу об этом. Желательно, да, желательно, чтобы душа, постоянно слыша такое внушение, могла воспрянуть из пропасти зол нас окружающих и преодолеть нападение страстей, которые беспрестанно ее осаждают. Поэтому нужна нам великая бдительность, так как и брань у нас непрерывная и никогда не знает перемирия. Оттого и Павел Кефесян нам пишет, что брань наша не против крови и плоти, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Не думайте, говорит, будто нам предстоит случайная борьба. Брань у нас не с подобными нам людьми, и бой неравносильный, потому что мы, связанные телом, должны бороться с бестелесными силами. Однако ж не бойтесь, пусть бой и не равен, но велика сила оружия нашего. Вы знаете, кто ваши враги, как бы так, продолжает апостол, не упадайте же духом и не ослабевайте в брани, но примите все оружие Божие, чтобы могли против вас стать против всех козней дьявольских. Много у него дьявола козней, то есть способов, которыми он старается уловлять беспечных. Поэтому надо тщательно узнавать их, чтобы избегнуть в сетей его и не дать ему никакого к нам доступа. Нужно тщательно берегать язык, охранять глаза и соблюдать мысли в чистоте, и постоянно быть готовыми к борьбе. Как будто бы нападал на нас какой-нибудь дикий зверь и угрожал нам погибелью. Поэтому к небу шествующая душа, учитель языков, устав вселенной, делавший все для спасения своих учеников, после слов примите все оружие Божие, ограждая нас со всех сторон и делая неодолимыми, говорит так, 6.14 Итак, станьте, припоясавшись, ресло вашей истиною и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть в Слово Божие. Видишь, как он оградил все члены, как бы намереваясь вывести нас на какую-либо брань, он сначала поясал нас поясом, чтобы нам легко было делать движение, потом облег в броню, чтобы не поразили нас стрелы обулы ноги наши и со всех сторон оградил нас верою. Она именно так, говорит, возможно и стрелы раскаленные лукавого угасить. Что же это за стрелы лукавого? Злые похоти, нечистые помыслы, пагубные страсти, гнев, клевета, зависть, раздражительность, вражда, корыстолюбие и все прочие худые наклонности. Все эти стрелы, говорит, возможно погасить меч духовный. Что, говорю, погасить стрелы? Возможно отсечь у врага и самую голову. Видишь, как апостол укрепил у синяков, как бывших някчевоска сделал тверже железо. Так как у нас брань не с кровью плоти, но с бестелесными силами, то он и облег нас не в телесное оружие, но в духовное и столь светлое, что злой тот демон не может вынести и блеска их. Итак, облегшись в такие оружия, не станем бояться брани и бегать борьбы, но не будем обеспечены, потому что, как при нашей бдительности, злой тот демон не может одолеть силу наших оружий, если только мы захотим разрушить козни его. Так, напротив, если мы будем обеспечены, то не будет нам никакой пользы. Враг нашего спасения постоянно бодрствует и все предпринимает против нашего спасения. Итак, вооружим себя со всех сторон, будем остерегаться и слов, и удерживаться от дел могущих, вредить нам и вместе с воздержанием в пище и другими добродетелями. Станем подавать и щедро милостыне бедным, зная, какое уготовано нам воздаяние за попечение о них. Благотворящий нищему, говорит Писание, дает взаймы Богу. Прича 19.17. Смотри, какой новый и необыкновенный род взайма. Один получает, а другой становится должником. Но кроме того, здесь необычайно и то, что давши взаймы, не испытаешь неблагодарности никакого другого вреда. Нет! Бог обещает дать не сотую, только часть прибыли, как это бывает здесь, но во сто крат больше данного взаймы. Не довольствуйся даже этим, но сдавая так в настоящем веке, в будущем даст жизнь вечную. А в настоящей жизни, если бы кто обещал нам уплатить только вдвое больше того, что получит от нас, мы с охотой отдали бы ему все наше имущество. Между тем, сколько здесь бывает неблагодарности и сколько обманов со стороны корыстолюбцев. Многие из самых порядочных людей не отдают самого долга или по безрассудству, или часто даже по бедности. Но о владыке вселенной ничего этого подумать нельзя. Напротив, и данная сумма остается в сохранности, и за одолжение он обещает заплатить во сто крат, а в будущем веке уготовляет нам жизнь вечную. Какое же будет нам оправдание, когда мы не стараемся и не спешим получить за малое, во сто крат больше, за настоящее будущее, за временное вечное. Но с наслаждением запираем деньги дверями и затворами этих денег, которые лежат без пользы и напрасно, не хотим теперь дать нуждающимся, чтобы в будущем веке найти нам в них своих заступников. «Приобретайте богатством неправедным друзей, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители» Лука 16,9. «Знаю, что многие не только не принимают слов наших, но и не придают им значения, считая их пустословием и баснем, поэтому я терзаюсь и скорблю, что ни самый опыт, ни столь великое обетование Божие, ни страх будущего, ни ежедневное наше увещание не могли тронуть этих людей. Впрочем, несмотря на это, не перестану повторять им такой совет, доколе своей настойчивостью не успею победить их, возбудить к внимательности и вывести из состояния пресыщения и опьянения, которое ввергло их в страсть к деньгам, омрачившее ум их. Зная я, что после благодати Божией и наши постоянные поучения и врачевство поста успеют, хотя и не скоро исцелить их от этой тяжкой болезни и возвратить им совершенное здоровье, дабы и они освободились от угрожающего им наказания, и мы избавились от скорби и изо всего всылали славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь.